Всем привет! В эфире НЕ Новости. Программа о чужих курьезах, ошибках и неудачах. Идеальное средство для продления жизни, между прочим. Ведь смех, как известно, только и делает, что продлевает жизнь. Сумасшедший день Ольги Шереметьевой. В кого превратилась известная телеведущая? А-а-а, я Фредди Крюгер, я заберу тебя. Является ли танк помехой справа? Да, я! План по завоеванию мира кошками провалился. Разбираем причины. Как позвонить маме и довести ее до белого коленя? Мама, вызывай ГИБДД, меня машина убила! Сегодня наша программа выходит последний раз на этом телеканале. О том, что будет с нами дальше, я расскажу в конце. А пока хочу поведать вам историю о том, как проходят приготовления по переезду канала на новую кнопку. А проходят они ужасно. Ольга Шереметьева, к примеру, от такой нервной обстановки, похоже, немного приболела. В эфире прогноз погоды. И на суфлёре я вижу деревья. Лето. Ну ладно, с ней с погодой. Вы посмотрите, что с девушкой под конец записи происходит. А-а-а, я Фредди Крюгер, я заберу тебя, я приду к тебе во сне и съем тебя. Так вот, кого она мне напоминает. Точно, а я-то все голову ломал. Посмотрите, одно лицо же. Ох, как бы за эту шутку Ольга меня всерьез не заколола бы потом. А теперь обратим внимание на просторы Рунета. Эта неделя оказалась довольно-таки богатой на события. И самая яркая из них, это, пожалуй, невероятная встреча на дороге. Едешь себе такой по трассе, спокойно, музыка играет. И тут вдруг... Сейчас бы танком переехали бы. Смотри, Алена, там. Чё себе он так лазанул? На ум невольно приходит немного перефразированный рекламный слоган. Твой танк, твои правила. Посмотрев это видео, пользователи Рунета начали наперебой высказывать свои предположения того, почему это так случилось. Ну вот, к примеру, автозапуск неправильно сработал. Или Шамаич коробку в спорт режим наконец-то включил. Вы будете смеяться, но вы сами догадаетесь, что произошло на видео после того, как я скажу, где оно снято. Это на выезде из города Нижний Тагил. Тагил! Тагил реально рулит! Сразу за роликом с танком я хотел бы показать вам вот это видео. Как вы думаете, что произошло бы с девушкой, если бы она встретила тот самый танк? Судя по тому, как она реагирует на простую фуру, реакция была бы бешеной. Итак, представьте, девушка за рулем иномарки пытается влезть в ряд перед груженной фурой. Происходит столкновение. Ничего не предвещает беды. Девушка звонит маме с намерением пожаловаться. Но тут выясняется, что водитель фуры и вовсе не заметил, что поцарапал малолитражку. Мама, вызывай ГИБДД, меня машина убила возле линии на Остужево. Фура, убила меня фура на Остужево. Вызывай ГИБДД у линии. Машина меня раздавила, фура. Меня в машине. Быстро вызывай ГИБДД. Фура большая. Вызови ГИБДД сюда. Срочно приезжай сюда. Быстрее. Никого меня раздавила на машине фура. Б**, что ты не понимаешь? Бедная мама. Если бы мне позвонила дочь и устроила бы такое по телефону, боюсь, что мне самому понадобилась бы помощь медиков. Да уж, не повезло девочке и ее маме. Зато повезло другому участнику дорожного движения. Машину молодого человека развернуло на 180 градусов на заснеженной трассе и вынесло на встречную полосу. Тут-то и началось самое интересное. Водитель оказался находчиво. Он попросту не стал забивать себе голову пустяками вроде разворота и решил закончить обгон задним ходом. Смело, но безрассудно. В другой раз так повести и не сможет. Говорят, что кошки уже давно поработили человечество. Смотрите сами. Приходят на руки, когда им захочется. Требуют к себе только уважительного отношения. Могут наказать хозяев за просрочку в поставке еды или, например, уборке лотка. Да и вообще, эти животные порой смотрят на людей, как на своих подданных. Все это действительно есть, но говорить о порабощении человечества нельзя, пока существуют такие видео. Вот, к примеру, кошка выполняет поисково-спасательные функции. Принеси нам, зайчка. Молодец. Моя ты умничка. А вот и вовсе полноценный кота-электрика. Киса умеет и, самое главное, любит зачищать оплетку электрических проводов. Видите, не все так уж и плохо в этом мире. Любителям пользоваться общественным транспортом посвящается, как ведут себя бабушки в ваших автобусах и троллейбусах. На штататорку денег хватает. А на билет пять копеек жалко. А что с ней разговаривать? А пидите ее в отделении, все тут. Зоопарк ее, там ее место. Что ты здесь стала? Стояла бы ты в подворотне. А вот как ведут себя в общественном транспорте бабушки на украинской земле. Наверняка ведь и репертуар можно выбирать. Главное найти подход к певцам. Место там уступить или выйти из автобуса помочь. А на очереди наш ликбез. Скажите только три произведения Пушкиной. Ну-ка скажи какие-нибудь. Нет, честно говоря, не могу сказать. Я не помню. Сказка о царе Салтане. Ну помогайте мне. Руслана Людмила. У Камуры Дубзеленый. И стихотворение. Я памятник себе лазрик. Сейчас, потому что подумаю, да? Ну, школа закончила. Евгений Онегин, Золотая Рыбка и Руслана Людмила. Кем работал Обломов? На радио. Тоже не знаю. Кем работал Обломов? Ни кем дома сидел. Я читала в школе просто, на самом деле. Я даже не могу представить. Сейчас вспомнить не смогу никак. У вас такой еще вид недоброжелательный. Я понимаю, что вы замерзли. Мне тоже совсем не жарко, но я тоже встаю тут разговариваю с вами. Вы бы хоть потеплее немножко оделись. Вы прям давите на меня своим негативом. Я прям сейчас расплачусь. Реально. Нет, на самом деле я сильная. Вдохновившись вступившим в силу законом о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, мы решили серьезно взяться за это дело. Представляем новую рубрику «Бешеный цензор». Фильмы и мультфильмы, попавшие к нам в руки, проходят жесточайший отбор редакционного цензора. И вот что из этого получается. Умираю! А! В чем дело-то? Так вот, колеса-то от вашей деревни. Важно, колеса. Б**ли! Смотри, Косой, смотри! Как бы твои зайчаток не лопнули! Ой, ну-ка! Ну, сядь тебе, это... Б**! Ой, не поймал, не поймал! Ай-яй-яй! Вместо того, чтобы делать уроки... Откуда я кричу? Если вы считаете, что какое-то кинематографическое или мультипликационное произведение нарушает 436-й федеральный закон, присылайте нам заявку на него, и мы исправим эту оплошность в самой жестокой форме. Как и обещал, расскажу о нашем будущем. Господа, мы переезжаем на новую кнопку. Теперь наша программа будет выходить в понедельник, вторник и пятницу на Первом Тульском круглосуточном телеканале. Девятая кнопка в кабельной сети Altair, Beeline и Sunlink. Пользователям других операторов пока придется настраивать свои телевизоры на нашу чистоту вручную. На этом у меня на сегодня все. До встречи через неделю на Первом Тульском. Пока! Смотрите, что с девушкой подку... Блин! Немного перефразила... На ум немного нижний тагил. Вернее так. Маечка, робку в спорт, наконец-то перер... Наверняка ведь и репо... А-ха-ха-ха-ха. Я, если честно, думал, не успеем.